В этом году состоится открытие санатория близ озера Эльтон в Паласовском районе. Оздоровление здесь смогут проходить более 11 тысяч человек в год, к услугам которых будет предоставлено самое современное оборудование для грязи лечения. Сейчас на объекте выполняются отделочные работы. В ходе рабочей поездки по району в санаторий побывал глава региона. Как оценил губернатор увиденное, узнаем из материала Екатерины Караваевой. Реконструкция действующего санатория Эльтон ведется с 2008 года. Современный лечебный комплекс призван вывести всемирно известную здравницу на качественно новый уровень оказания медицинских услуг. В Эльтоне-2 построены две гостиницы, рассчитанные на 200 человек, а также коттеджи для отдыхающих. Здесь, что называется, с нуля проложена канализационная система, есть автономная котельная. Кроме того, компанией застройщикам были проведены и специальные геологические работы. Произведены геологоразведочные работы по поиску месторождений лечебной грязи и произведены разведочные работы по поиску пресной воды, которой здесь нет. На сегодняшний день пробурено 8 скважин, вода найдена. В санаторном комплексе также появилась уникальная водогрязелечебница. Сейчас здесь монтируют специальное оборудование для приготовления и подачи лечебных составов. К слову, строительство Эльтона-2 должно быть завершено уже в нынешнем году. Всего на его возведение было потрачено более 600 миллионов рублей частных инвестиций. Губернатор Анатолий Бравко, который побывал на объекте, высоко оценил качество и темпы строительства. Реализация проекта проходит успешно. Срок сдачи эксплуатации по графику в третий квартал этого года. Я считаю, что благодаря именно инвесторам, благодаря позиции власти этот проект состоится, это уже можно констатировать, это уже точно на 100%. Кроме того, от санаторного комплекса проложена прямая дорога на озеро Эльтон. Это чудо природы является настоящей визитной карточкой Волгоградской области. А открытие современной лечебницы поможет в разы повысить туристическую и инвестиционную привлекательность региона. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба из Паласовского района.